Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алена Романова, и мы начинаем сегодня читать книгу Ханны Арендт «Банальное зло». Я выбрала для вас только самые-самые точечные такие фрагменты, которые мы можем не просто читать, но и сразу же анализировать. Итак, сразу же начинаем. Враждебность. Ключевое слово и корневое здесь — враждебность и ещё враждебный мир. Вот произрастает почти единодушная враждебность к простому упоминанию о международном суде, который мог бы вменить в вину Эйхману не преступление против еврейского народа, а преступление против человечества в лице еврейского народа. Видите, как Ханна Эйрон переворачивает, да? Это не против, то есть вражда — это не против еврейского народа, а против человечества. Но конкретизировать, то есть объект — это человечество, а предмет, то есть то, где меньшее поле, сужается фокус — это еврейский народ. Свидетели шли чередой, и новые ужасы добавлялись к ужасам, услышанным ранее. И они сидели здесь, среди людей, и внимали рассказам, которые вряд ли были бы в силах вынести. Сидея они с рассказчиком наедине, и чем полнее раскрывалась панорама катастрофы, постигшей еврейский народ этого поколения, чем пламеннее звучала риторика господина Хаузнера, тем бледнее и призрачнее становилась заключенная в стеклянную будку фигура. И даже крик, и жест указующий, вот оно, чудовище, это всё сотворившее, не могли бы вернуть её в жизни. Дальше она говорит, риторика Хаузнера здесь, это обвинитель, а Бен-Гурион, это на тот момент был премьер-министром Израиля. И вот она говорит про Бен-Гуриона. Бен-Гурион очертил слова до начала процесса, в серии статей, которые призывал объяснить, почему Израилю пришлось похитить обвиняемого, этого Эйхмана, через 20 лет спустя войны практически. Вот урок для нееврейского мира. Мы хотим выявить перед всеми народами мира, как произошло, что миллионы взрослых, потому что им случилось быть евреями, и миллионы детей, потому что им случилось быть детьми евреев, были убиты нацистами. Пусть мировое общественное мнение узнает, что не только немецкие нацисты ответственны за уничтожение 6 миллионов европейских евреев. Мы хотим, чтобы народа мира узнали, и чтобы они испытали стыд. Вот эти слова Бен-Гуриона. Большинство людей осознало, что в наши дни антисемитизм приводит к газовым камерам и маловаренным заводам. Равно излишним был и урок, предназначенный для евреев диаспоры, которым, чтобы понять, что они живут во враждебном мире, вовсе не требовалась чудовищная катастрофа, которая уничтожила треть их собратьев. Если премьер-министр Бен-Гурион практически глава еврейского государства собирался усилить этот фактор еврейского самосознания, значит, у него были дурные советчики, поскольку изменение такой ментальности и представляет собой на самом деле обязательную предпосылку существования израильской государственности, которая по определению сделала евреев народом среди народов, среди других народов, нацией среди других наций, государством среди других государств, который опирается отныне на плюрализм мнений, который препятствует существованию вековой и, к сожалению, религиозно закрепленной дихотомии евреев и неевреев. Да, здесь вот я вижу ключевое израильское государственность, потому что до этого не было, держава стала очень молодой. Контраст между израильским героизмом и покорностью, с которой евреи шли на смерть, вовремя являлись на сборные пункты. Здесь вот она говорит про то, почему евреи шли на свою смерть, как она вот тут называет, израильский героизм и покорность. Что было между, что их заставляло делать это. Самостоятельно раздевались и складывали снятую одежду, аккуратными стопочками, затем ложились бок о бок, ожидая выстрела. Казался вопросом весьма деликатным. И прокурор непрестанно, терзавшись свидетелем, одного за другим, одного за другим, почему вы не протестовали, почему вы сели в этот поезд. 15 тысяч человек охраняли всего 100 вооружённых охранников. То есть вас было 15 тысяч, и против вас было всего 100 вооружённых охранников. Неужели вы не могли ничего сделать? Почему вы не восстали? Почему вы не попытались напасть? Но печальная правда заключается в том, что таким вопросом задаваться вообще не стоило. Поскольку и другие люди, которые были вовсе не евреями, вели себя так же. 16 лет назад, когда впечатления были ещё свежи, бывший устник Бухенвальда, Давид Руссе, описал то, что, как мы теперь знаем, происходило во всех концлагерях. Триумф СС требовал, чтобы истерзанная жертва дозволяла отвести себя к виселице, не выказывая никакого протеста, чтобы жертва отреклась от себя, забыла о себе, чтобы она утратила свою личность. И делалось это не просто так, не из чистого садизма. ССовцам было нужно, чтобы жертва признала своё поражение. Вот. ССовцы понимали, что система, которая способна уничтожить жертву ещё до того, как она взойдёт на эшипот, является лучшей из всех возможных систем, призванной держать в рабстве целый народ, в рабстве, в подчинении. И нет страшнее зрелища, чем эта процессия человеческих существ, покорно, словно марионетки, бредущих к смерти. Но свидетели говорили, что восстания таки были. Сопротивление было. И хотя подобные события занимают лишь маленькую часть в истории Холокоста, они много подтверждают тот факт, что только очень юные были способны решить, что не твари, мы дрожащие. Ну, второй аспект, который здесь важный, был и ключевой, что ведь и сами евреи, они тоже много работали на нацистов и записывали, вели этот учёт, помогали фашистам. Упомянула это в своей книге, за что её, конечно, потом обвинили сами же израильтяне в том, что она не совсем права. И на самом деле, мне кажется, что Ханна Арен постаралась быть более объективной вот в этой книге, чтобы это не было, что эта книга просто её личный плач или просто плач еврейского народа. Она хотела показать всю картинку, вот как с высоты орлиного полёта и как это всё было. Когда профессор из Колумбийского университета Саило Берон давал показания касательно недавней истории восточноевропейского еврейства, доктор Сервациус более не в силах противиться искушению, всё же спросил, так почему все эти несчастья выпали на долю еврейского народа? Не думаете ли вы, что в основе судьбы этого народа лежат некие иррациональные мотивы, недоступные человеческому пониманию? И нет ли во всём этом чего-то вроде духа истории, который движет историю вперёд, без влияния и участия человека? И не является ли господин Хаузнер последователем школы законов истории? Тут мы видим намёк на Гегеля. И не продемонстрировал ли он нам, что лидеры не всегда достигают цели, которых они намеревались достичь? Поскольку здесь мы видим цель — это уничтожение еврейского народа, которое не было достигнуто, а вместо этого появилось новое процветающее государство. То есть о чём эти слова? Он говорит, ну подождите, да, вас уничтожали, но благодаря этому уничтожению, то есть не благодаря, вопреки так получается, появилось ваше государство, и оно зацвело, и стало расцветать и развиваться. Ведь этого не было. И только из-за того, что вы пережили такие ужасы и кошмары, выделили вам землю, и стало развиваться израильское государство. Но этот аргумент защиты, ну которую демонстрировал защитник Эхмана, он говорит об опасной близости к новейшим антисемитским измышлениям, а у дрессах Сиона, на полном серьёзе высказанными заместителем министра иностранных дел Египта Хусейном Зульфикаром Сабрина в заседаниях Египетской национальной ассамблеи. Гитлер, где не виновен в уничтожении евреев, он сам стал жертвой сионистского заговора, подтолкнувшего его к совершению преступлений, которые только помогли евреям достичь своей цели, создания государства Израиля. Ну, вы понимаете, это вот этот перекрут, так само как в нарциссических отношениях, психопатических, там где абьюз происходит, и говорят, ну это жертва сама виновата, что она заинтересовала, вот так, если сказать. Но это, как тогда сказала Ханна Аренда, антисемитские измышления, и это действительно могли привести бы вообще к краху какой-то справедливости и человекосердности, что ли, так сказать. Высказывание доктора Сервациуса отличается лишь тем, что на место мудрецов Сиона он поставил историю, но к подобным высказываниям его побудила прокурорская трактовка философии истории. Вопреки намерениям Бен Гуриона и всем усилиям прокурора на скамье подсудимых все-таки оставался человек из плоти и крови. И если Бен Гуриона не заботила, какой приговор будет вынесен Эйхману, единственной задачей суда в Иерусалиме был все-таки приговор. То есть зачем его притащили, зачем его израильские власти схватили в Аргентине, зачем они это сделали? Чтобы был приговор, чтобы было возмездие, чтобы кто-то понес это наказание. Подход самого Эйхмана был совсем иным. Прежде всего, он не был согласен с обвинением в убийстве. Ну кто согласится? И вот Эйхман, преступник, маленький, щупленький человечек, который говорит бюрократическими фразами, отштампованными, клише. И в нём, то есть сам он не вызывает какой-то ненависти, то есть он не даёт этой эмоции, он не даёт этой реакции какой-то, он не провоцирует, он просто говорит сухие фразы, сухие слова. И вот что он говорит, я не убивал евреев, я не убил ни одного еврея и ни одного нееврея, я не убил ни одного человеческого существа, я не отдавал приказа убить ни еврея, ни нееврея, я просто этого не делал. То есть он говорит о том, что я стал заложником этой ситуации, я просто был исполнителем, я исполнял приказ, потому что, ну, я был на такой должности, и когда существовала такая вот политическая система, я не мог её нарушить. И как позже он сказал, ну, так уж произошло, что мне ни разу не пришлось этого делать, никого убить. Ибо сомнение в том, что доведись ему получить приказ убить собственного отца, он бы этот приказ выполнил. И в этом Ханна Аренд не сомневается. И более того, она поражалась, что он говорил, что у него не было в роду, то есть у него не было ненависти к евреям, у него даже в роду была какая-то корневая линия была еврейская. Довершение всего священник, который регулярно навещал Эйхмана в тюрьме, после того, как Верховный суд завершил слушание его апелляции, назвал Эйхмана человеком с весьма положительными взглядами. И вот эта вся комедия с экспертами-душеведами потребовалась для доказательства неиспоримого факта. Это не случай моральной и уж тем более юридической неадекватности. И судьи не поверили, потому что, будучи людьми порядочными, возможно, слишком даже совестливыми для своей профессии, не могли представить, что обыкновенный, нормальный человек, не слабоумный, не циничный, не жертва пропаганды, оказался абсолютно не способным отличить добро от слаб. То есть, не способным проявить личностный поступок. Из-за того, что Эйхман всё-таки временами лгал, они предпочли видеть в нём лжеца, и потому упустились виды в самое главное в моральном и даже юридическом плане проблемах всего дела. В соответствии с его религиозными взглядами, которые со времён нацизма, изменений не претерпели. На процессе в Иерусалиме он объявил себя такое слово на немецком «Готл Кюбехер» я могу ошибаться, нацистское определение тех, кто порвал с христианством. И поэтому он отказался давать присягу на Библии. Этому событию приписывался высший смысл, то есть нечто идентичное движению Вселенной, которое подчиняется всякое человеческое существование, само по себе лишённое высшего смысла. В общем, вот эта терминология, она была неспроста выбрана, потому что это что означает, сейчас попробую объяснить, то есть это такая вера в военной иерархии, то есть они говорили, ну, нацисты говорили, что мы, как подобно, древние, то есть они превратили свою партию, как тут Анна Эррн пишет, из адресата приказов в носителя приказов, то есть они как бы таким образом сняли с себя ответственность. Ну, мы не приказываем, мы просто этим носим приказы, ну, то есть они как бы у нас в кармане, да, а кто туда положил, ну, это же не мы. Тут говорится про то, что вот эта вот вера, получается, что ты становишься не просто как бы хранителем приказов этих, носителем, вернее, носителем приказов, а еще ты получаешься носителем тайны, то есть ты приказ этот носишь и не имеешь права его как бы не исполнить, разродиться им должен, да, и получается носишь тайну и никому не имеешь права говорить. Эйхман умел быть благодарным. Наличие в собственной семье евреев было среди тех самых личных причин, по которым он не испытывал евреям ненависти. Как он вспоминал даже в 43-44-х годах, когда окончательное решение было в полном разгаре, дочь от этого брака под Нюрунбергским законом, считавшаяся наполовину еврейка, обратилась ко мне с просьбой о разрешении на ее эмиграцию в Швейцарии. Естественно, я удовлетворил ее прошение, а тот самый дядя также попросил меня вмешаться в судьбу одной еврейской венской четы. Я упоминаю об этом лишь за тем, чтобы продемонстрировать, что я не испытывал никакой ненависти к евреям, поскольку мать и отец воспитывали меня в традициях христианства, а взгляды моей матери из-за того, что у нее были еврейские родственники, коренным образом отличались от тех, которые были приняты в кругах СС. Слышите, да, что он говорит? Чтобы доказать это, он пошел еще дальше. Он никогда, вроде бы, не испытывал дурных чувств по отношению к своим жертвам. И даже больше, пишет Ханна Эрн, этих своих взглядов он не скрывал. В Вене, где он добился выдающих, успехов в деле принудительной миграции евреев, у него была любовница еврейка, даже вот так. Он знал ее и был влюблен в нее еще в линце. Интимные отношения с еврейкой были, пожалуй, самым страшным преступлением для членов СС. И хотя во время войны изнасилование евреев было самым распространенным на фронте развлечением, настоящая любовная связь с еврейкой это было для высокого члена СС большой редкостью. Просто думаешь про то, как человек из себя вымыл из своего человеческого начала, из своего яства, вымыл все, что связано с любовью, с чувством, эмпатией, с сопереживанием, вообще просто напрочь. Как личность, может, он даже не хотел быть, я не знаю, потому что ничего он такого не совершал, чтобы его можно было назвать личностью. Антиличностью, да. так что думайте сами, делайте самые высновки, почему, почему он так говорил. И еще, знаете, я тут иногда говорю «Анна Аарен», потому что первая буква «Ха» во французском не читается, у меня уже немножко на французский манер происходит. Принимайте это как есть. С вами была Алена Романова, еще услышимся. Следите за моими анонсами и не пропускайте банальные зла.